Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Нужно ли обличать брата, если он согрешит против меня? Надо, конечно, бы разобраться. Брат имеется в виду кровный или просто любой человек, который оказывается рядом с тобой. Нюансы все-таки есть. Но давайте всех обобщим и попытаемся дать какой-нибудь подходящий всем ответ, который, конечно, требует индивидуального подхода. Нам может показаться, что слова Писания, что если кто тебя, пригрешил против тебя, то обличи его сначала наедине. Если не послушать тебя, обличи его при двух или трех свидетелях. А если не послушать двух или трех свидетелей, то поведай об этом церкви. Если не послушать церкви, то буря тебе, как язычный кематарь. И нам кажется, что эти слова Спасителя призывают нас к обязательному обличению. Но нет, там нету таких мыслей, ни намеков, ни мотивации. Не обязывают эти слова нам на каждом углу выискивать шпионов, негодяев, людей, которые так или иначе нас обидели, оскорбили, нанесли какой-нибудь психологический или материальный урон, и требовать его покаяния и исправления жизни. Живите спокойно, отпустите и забудьте. Если вы видите, что принесет пользу вашим взаимоотношениям, вот обличение брата, что в том, что он тебя оскорбил, а он, допустим, этого не видит, вы можете и сказать, особенно если семейные отношения, отношения с мужем или женой. Мы часто слепы по отношению к самым близким родственникам. Родители слепы к чувствам своих детей, дети слепы по отношению к своим родителям. Муж не чувствует супругу, супруга считает мужа монстром. И вот ввиду того, что нет разговора, каждый замыкается в себе, годами, десятилетиями живут в заглушенной обиде, и отношения не выстраиваются, постоянно какое-то недовольство друг другом, и непонятно от чего. Все потому, что ты когда-то не поговорил об этом. Поговорить не значит обличать. Обличение всегда предполагает какое-то некоторое нападение. А вот ты неправ, ты сказал то-то и то-то, ты меня обидел. Вот не надо в такой форме говорить о проблеме и обиде человека. Можно же спокойно, когда уже чувства улеглись, на следующий день, допустим, не раньше, пожалуй, сказать, слушай, вот ты вчера так сказал, а мне было обидно. Я вот как-то пыталась забыть, заглушить, но что-то не выходит. А знаешь почему? Ну и объясни почему. И муж, глядишь, до мужа дойдет, или до жены дойдет. Вот надо проговаривать свои обиды, но в правильной форме, так, чтобы не полить этот огонь бензином. Вроде бы жидкость, но она почему-то от нее только разгорается этот огонек. Была искорка, а уже тут квартира горит. Большую мудрость, тактичность, рассудительность, смирение и терпение необходимо проявить, обличая другого человека. И только тогда, когда это обоим будет на пользу, на пользу вашим дальнейшим отношениям. Не надо обличать начальство, не надо обличать коллег по работе. Все равно будет скандал, все равно будут недоумения, все равно будет возмущение. Вот это правдорубство и правдолюбство, оно часто приносит нам только вред, как всем тем, кому помогал Дон Кихот Ла-Манческий. Не всегда поиск правды, справедливости, борьба за правду, праведный гнев приносит нам желаемые результаты. Они бывают просто глупые. Ты вроде бы поступаешь правильно, справедливо, благородно, а результаты плачевные, расстраиваются отношения, вредит работе, и дальнейшим общим проектом семи распадаются. Поэтому берегите своих родных, будьте ласковы с ними, как апостол Павел пишет, любите друг друга с нежностью, а то мы готовы обнять весь мир. Ну уж, явно не с нежностью, а близких своих, готовы заживо съесть, особенно если пришли с работы, с плохим настроением. Ну вот сейчас оторвусь. На детях, которые уроки не сделали, на жене, которые тапочки в зубах не принесла, на мужа, который сидит с приставкой на диване, у телевизора. Не превращайте семью, семейный очаг в филиал ада на земле. Это очень просто сделать. А ведь семья — это последний плод на нашей бедной, горемышной земле, которая позволяет ей не превратиться в ад. потому узнает, что вы, мои ученики, говорит Спаситель, что будете иметь любовь между собой, любовь к детелю, любовь к снисходителю, любовь, которая не ищет своего, а ищет того, как угодить другому. И вот если в семье, вот все участники семейного процесса, супружеской жизни, будут искать, как угодить другому, то вы будете счастливы до конца дней своих. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok